Добрый вечер, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. У меня и сложная, и простая задача, потому что вы увидите те же самые слайды, но с несколько другой точки зрения, возможно, с вариантами обсуждения того, что уже рассказывали предыдущие докладчики. Итак, безусловно, на сегодняшний день иммунотерапия – это метод лечения, который мы применяем, начиная со второй B стадии лечения меланомы и во всех последующих стадиях. И это является основой лечения, в принципе, достаточно распространенной и очень распространенной меланомы кожи. Ну, Анна Игоревна уже рассказывала про достижение одевантной терапии. Если мы посмотрим на эти кривые, да, действительно, у нас имеются очень хорошие результаты кривых, демонстрирующие увеличение времени до прогрессирования на современных методах лечения, будь то невлюмап, будь то пембролизумап, которые показаны на данном слайде. И относительные риски примерно равны. Мы где-то на 40% уменьшаем вероятность прогрессирования. Но мы ведь лечим не для того, чтобы предотвратить прогрессирование процесса, мы лечим для того, чтобы предотвратить смерть пациента от злокачественной меланомы. И здесь наша уверенность не так высока, потому что мы еще не имеем тех данных по общей выживаемости. И у нас и фактически комбинированная таргетная терапия – это единственное исследование, которое показало преимущество общей выживаемости. А если мы говорим про иммунотерапию, то здесь нам надо более взвешенно подходить, потому что речь идет о том, что если мы сравниваем, например, высокие дозы эпилюмумапа и невлюмап, то влияние на общую выживаемость различные методы лечения не оказывают. Безусловно, остается большим вопросом, что будет, если мы используем терапию в неодевантном режиме. Это, может быть, будет больше подхода. Мы сегодня с Татьяной Юрьевной в Куарах обсуждали, говорили, что весьма возможно, что когда опухоль еще не подвергалась лекарствам лечения, у нее чувствительность к лечению гораздо больше, чем потом, даже после удаления хирургического заболевания. Вот для ответа на такой вопрос проводится ряд исследований, например, исследования Прада, результаты которого были представлены в этом году на АСКО 2020 года. И что важно, что даже после небольшого, короткого ответа на лечение у большинства пациентов мы получаем эффект. То есть у нас есть дополнительные способы, но кому лучше проводить, кому не проводить, как предотвратить те 13% прогрессирования, которые мы наблюдали здесь, а это исходно операбельные пациенты, которых мы могли бы, возможно, вылечить при проведении хирургического вмешательства сразу. Это остается еще тем вопросом и той перспективой, которая, наверное, в дальнейшем повлияет на нашу повседневную клиническую практику. Что касается метастатической меланомы, то, конечно, у нас из самых интересных и самых волнующих вопросов это наличие большого количества опций, наличие второй и уже третьей линии терапии меланомы, которые мы можем выбирать у наших пациентов. И в связи с этим возник вопрос такой, я предлагаю проголосовать, что вы используете в качестве первой линии терапии с метастатической меланомы с мутацией BRAV, то есть в том показании, где у нас максимальное количество возможных вариантов терапии. Готовы результата? Готовы результата? Ну, вот ответы накапливаются. Например, большинство используют именно иммунотерапию в качестве первой линии лекарственного лечения и есть некоторое преимущество доброфениба с трометинибом, над виморфенибом с кометинибом и тем более над комбинированной терапией. Следующий слайд, пожалуйста. Если останавливаться на комбинированной таргетной иммунотерапии, то у нас к данному времени есть результаты трех исследований, которые были очень похожи между собой. В качестве основной группы к стандарту лечения везде применялась комбинированная терапия брафимекингибитором. В двух исследованиях это был доброфениб с трометинибом, в одном исследовании это виморофениб с комбиметинибом было. И к ним прибавлялись анти-ПД-1 препараты в двух исследованиях. Это пембролизумаб или спартолизумаб, соответственно. И в третьем исследовании прибавлялся отезолизумаб. Единственным отличием исследований SPIA-150 было то, что иммунотерапия прибавлялась не сразу, и прибавлялся анти-ПД-1 ингибитор отезолизумаб. С одной стороны, с другой стороны, уменьшалась доза брафингибитора. Таковы результаты? Но если мы посмотрим на время допрогрессирования, то два исследования оказались негативными, такие NOT-002 и комби-Ай. Третье исследование оказалось позитивным и действительно достигло заявленной в исследовании статистической значимости после некоторых коррекций, правда. Но тем не менее. Хотя, если мы посмотрим на цифры, представленные в этих исследованиях, то исследование NOT-002 это наиболее мелкое исследование. Всего лишь 120 человек в целом участвовало в исследовании. Два других исследования более крупные. И мы видим, что цифры и 6-месячные, и 1-годичные, времени допрогрессирования очень-очень похожи в этих исследованиях. Во всех этих исследованиях не было получено никакого влияния добавления иммунотерапии к таргетной терапии на общую выживаемость. Более того, был даже в какой-то момент некоторый кроссовер в этих исследованиях. Тем не менее, если мы говорим про исследование INSPIRE-150, у которого влияние на время допрогрессирования было подтверждено и оказалось статистически значимым, все-таки здесь наблюдается увеличение расхождения кривых с течением времени, а это лишь первые предварительные результаты по общей выживаемости. Если сравнить эти результаты и свести все к одной таблице, оказывается, что эффективность комбинированной терапии была очень и очень похожа во всех исследованиях. Чуть больше 60% объективных ответов в районе 16 месяцев медиана времени допрогрессирования, 60-68% медиана общей выживаемости и очень схожие относительные риски, за исключением единственного, что исследование KENOT-022, которое, как я уже говорил, было наименьшим. Если мы возьмем, здесь в нижней части слайда показано, если мы проведем вариант метаанализа, то мы видим, что да, действительно комбинированная терапия примерно на 67% дает относительно риск 0,67% в отношении комбинированной таргетной терапии без иммунотерапии, и это действительно статистически значимым, оказывается результатом и примерно одинаковым среди всех методов лечения. Однако такое сочетание таргетной терапии и иммунотерапии требует еще осмысления и понимания, у какой подгруппы пациентов, это, вероятно, не очень большая подгруппа пациентов, потому что относительный риск небольшой, это требует осмысления, где мы помогаем, и если группа, где мы, может быть, не помогают, а эти два метода лечения будут мешать. И здесь очень важен опыт исследования МСПА-170, где у пациентов уже без брав мутации использовалось сочетание МЕК-ингибитора и антипедиадин-ингибитора. И здесь исследование было полностью негативным, и надо отметить, что комбинация МЕК-ингибитора и антипедиадин-ингибитора после 6 месяцев даже оказалась хуже, чем контрольная группа, где все пациенты получали монотерапию и пембролизумабом. Другой вопрос, который поднимается в исследование, если у нас есть два эффективных метода лечения, каким образом нам их комбинировать, может быть, мы их должны последовательно применять. И вот для ответа на этот вопрос в этом году были получены результаты исследования Сокамбит, в котором пациенты получали либо комбинированную терапию энкрофенибом и бинтенибом, потом переключались на иммунотерапию, либо получали наоборот иммунотерапию с последующим переключением на энкрофениб и бинтениб, либо получали очень короткий курс таргетной терапии, потом без прогрессирования переключались на комбинированную иммунотерапию и затем переходили при прогрессировании опять на таргетную терапию. Что оказалось в этом исследовании? Что если мы говорим про время допрогрессирования, значимых различий здесь не было, Но, тем не менее, нумерически несколько лучше оказалась монотаргетная терапия. Если говорить о тотальном времени до прогрессирования, то есть времени до второго прогрессирования, по сути, то здесь различий не наблюдалось вовсе. Если же говорить про длительность ответа на лечение, то применение иммунотерапии в первой линии показывало, конечно, лучшие результаты по длительности именно ответа на лечение. Таким образом, на сегодняшний день мы не можем точно сказать, какая группа выигрывает или не выигрывает, какая последовательность лучше. У нас есть данное подтверждение тому, что на первом этапе, по крайней мере, лечения, любая последовательность оказывает примерно схожее и значимое терапевтическое действие. Тем не менее, возможно, изучение биомаркеров даст какие-то нам подсказки, кому назначать таргетную терапию, кому иммунотерапию. Мы провели в этом году наше собственное исследование. Оказалось, что у пациентов, например, с сниженным уровнем активированных Т-хелперов, CD25 активированных Т-хелперов, которые представляют собой только что активированные клетки, которые регулируют и дирижируют всем иммунным ответом. Низкий уровень таких клеток препятствует развитию эффекта на таргетной терапии. Но при применении антипедиадин препаратов, то есть при снятии торможения с иммунной системы, мы получаем значительную долю объективных ответов на лечение, что может быть использовано и для выбора тактики, и для определения тактики дальнейшего лечения, в том числе раннего переключения между разными видами терапии. Другое важное исследование, которое было представлено, отвечало на вопрос, как длительно нам нужно делать комбинированную иммунотерапию. Мы знаем, что это достаточно токсичный метод лечения. Далеко не все пациенты получают убедительный ответ и не могут получить третье-четвертое введение препарата. И вот исследование, представленное НАСКО, которое вы видите на этом слайде, пациенты в первой линии терапии получали стандартное лечение неволюмаб с эпилемобабом в рекомендованной дозе, но они оценивали эффект после двух циклов терапии, то есть на шестой неделе лечения. Если наблюдался регресс опухоли или стабилизация, или увеличение менее 4% от исходного, то пациент сразу переводился на поддерживающую терапию неволюмабом. Если же мы видели все другие варианты, эффект расценивался как недостаточный, и пациенту дополнительно назначалось еще два цикла комбинированной иммунотерапии. Что оказалось? Что 32% не имели достаточного эффекта в этом исследовании, но у них не удалось ни получить дополнительных ответов при продолжении иммунотерапии, ни получить объективного эффекта. И что важно, в этом исследовании также изучались иммунологические маркеры. Оказалось, что в принципе все иммунологические эффекты достигались уже после первых двух введений препарата, и в дальнейшем не нарастали. Второй вопрос, который я хотел бы вам адресовать, что вы используете у больных с мутацией BRAV при прогрессировании после терапии ингибиторами BRAV и антипедиодин препаратами. То есть что делать, когда у нас две опции современного лечения исчерпаны у пациента, а пациента надо лечить. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Мнение разделились. Активно используется уже химиотерапия треть практически проголосовавших. Наверное, половина за возврат к комбинированной терапии и за тройную комбинацию проголосовало тоже у нас 17% практически респондентов. Верните презентацию, пожалуйста. Спасибо. И в этом году мы получили ответ на вопрос. Первый, можно сказать, ответ, пусть и, скажем, относительно ориентировочно. Что делать, когда пациенты прогрессируют после монотерапии антипедиодин препаратами? Какую опцию выбрать? Мы знаем, что мы можем переключиться на монотерапию пилиума, у нас есть комбинированная терапия. И исследование, представленное здесь, показало, что все зависит от того, как ни странно, есть ли у пациента мутация BRAV или нет. Потому что если BRAV мутация присутствовала, то не имело значения, используемая комбинированную терапию или не используемая, потому что вероятность объективного ответа была одинакова. И мы видим это в реальной практике. Если BRAV мутация отсутствовала, то значительно больше, почти в 4 раза больше ответов пациента получали при использовании комбинированной иммунотерапии. И это, по сути, первое и доказанное основание для изменения рекомендаций и для изменения нашей тактики у таких пациентов. Что важно в завершение хотелось бы сказать. Мы много раз говорили о том, что метастатическая даже меланома и лечебная меланома, местно распространенная меланома – это заболевание, которое может быть излечено. Мы не знали, когда. В прошлом году и в этом году было сделано два анализа, которые говорят нам, когда мы можем рассчитывать на излечение от этих заболеваний. Здесь представлены картинки риска прогрессирования при адювантной терапии меланомы. Вы видите, что если мы используем современные иммуноонкологические препараты, антипедиодинтерапию, то в принципе риск прогрессирования равняется риску заболеть заново второй меланомой примерно после трех лет наблюдений. Если мы использовали старые версии препаратов, тут указаны и плацебо, и монотерапия, и пилимумабом, то на это требуется около семи лет. И в этом году были опубликованы такие же самые кривые для определения риска смерти пациентов в сравнении с общей популяцией при использовании современных методов лечения. И здесь мы видим, что уже примерно после ста месяцев наблюдений риски сравниваются. То есть мы получили впервые доказательства того, что мы действительно вылечиваем пациентов уже после обозримого периода наблюдения. В заключение хотелось бы сказать, что безусловно достижение иммунотерапии меланомы позволяет говорить о возможности излечения пациентов на любой стадии заболевания. И, к сожалению, дальнейшее наращивание количества препаратов, используемых в комбинации, не дает такой прибавки в результатах, на которые мы ожидали. И нам требуется поиск пути персонификации терапии, поиск пути выбора объективной тактики как до начала лечения, так и в процессе его проведения. Спасибо за внимание.